К общему пространству безопасности К общему пространству безопасности в год председательства России в ОДКБ планируется нарастить возможности и масштабы применения коллективных сил Подводя итоги военной деятельности организации договора о коллективной безопасности в уходящем году Начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал Красной Звезде Каким угрозам войска готовятся противостоять в недалеком будущем и какими силами планируется решать поставленные задачи в зоне коллективной ответственности организации Анатолий Алексеевич, насколько известно, совместные учения «Боевое братство-2019» в этом году проходили сразу на двух стратегических направлениях Что послужило поводом для расширения географии применения коллективных сил В этом году мы специально усложнили задачу тем, что проводили учения последовательно в восточно-европейском и центрально-азиатском регионах коллективной безопасности Совместные действия вели не только в границах двух регионов, на территории трех стран – Белоруссии, России и Таджикистана Пошагово моделировалась вся последовательность развития современного конфликта, с момента его зарождения, в период развития и на этапе разрешения На этом фоне мы полностью отработали алгоритм подготовки и принятия мер со стороны организации вплоть до постконфликтного урегулирования Поэтому ответ заложен в замысел и сценарий самих антитеррористических учений, которые, как мы понимаем, носили условный, но вполне вероятный характер Совместные учения с участием государств-членов ОДКБ давно стали традицией Как они соотносятся с реальной обстановкой, какие эпизоды отражают эти изменения Каждый раз в рамках этих учений мы отрабатываем что-то особенное, вводим новые эпизоды, опираясь на современный опыт боевых действий Особенность боевого братства в этом году заключалась в том, что начало ему было дано проведением совместной деловой игры Которая впервые состоялась на базе Центра кризисного реагирования в составе функциональных групп рабочих органов ОДКБ Секретариата и Объединенного штаба с привлечением оперативных групп оборонных ведомств государств-членов ОДКБ на их национальных пунктах управления На основе условной стратегической и военно-политической обстановки во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами государств-членов организации здесь вырабатывались предложения для уставных органов Таким образом, все выработанные нами предложения и документы легли в основу замыслов дальнейших учений Отработку совместных действий мы начали со специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Эшелон-2019 Кстати, тоже впервые Практически без перерыва после него началось учение с силами и средствами разведки, которое прошло в Республике Беларусь на нескольких полигонах одновременно Эти действия, в свою очередь, послужили начальным этапом следующих, которые проходили уже с коллективными силами оперативного реагирования на российской территории полигонах Нижегородской области К тому моменту мы вышли на этап развертывания и применения коллективных сил в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности Но на этом маневры коллективных сил не завершились, а переместились в другой регион для дальнейших действий К окончанию этого этапа мы приступили уже к развертыванию группировки войск на территории Республики Таджикистан Какой-то болезненной реакции Запада в отличие от прошлого года не было Мы всегда заявляли и заявляем, что наши учения не направлены против третьих стран и носят исключительно антитеррористическую направленность Более того, проводя совместные учения, мы соблюдаем все международные нормы и правила Численность воинских контингентов ни на одном из этапов не превышала ту, которая закреплена в договорах и соглашениях Что касается Центрально-Азиатского региона, то здесь мы проводим учения регулярно Можно сказать, что регион сейчас находится в центре нашего внимания Не первый город в конце октября мы взаимодействуем на полигоне Харб-Майдон, на территории Таджикистана на границе с Афганистаном Вред, тем самым даем понять, что готовы к совместному выполнению задач, в том числе и здесь, на границе с Афганистаном Это служит определенным предостережением для всех, кто строит свои планы Сценарий учения в этом году предполагал восстановление конституционного порядка на территории условной республики При попытке прорыва границы со стороны сопредельного государства И могу сказать, что в период учения какой-либо активности, а тем более попыток нарушения государственных границ в соседних районах отмечено не было Достаточно большое количество войск было сконцентрировано, и, я так думаю, силу еще уважают Вы сказали, что совместные учения ОДКБ имеют исключительно антитеррористическую направленность При этом современный терроризм постоянно меняется, обретая новые формы Как на это реагируют в объединенном штабе? Терроризм имеет множество лиц И для борьбы с ним задействуются различные компоненты коллективных сил, которые действуют каждый в сфере своей ответственности Это и спецподразделения правоохранительных структур, и формирование сил специального назначения В рамках своих полномочий они проводят работу по выявлению структуры лиц террористической направленности Пресечению неолегальных потоков миграции, обновлению списков запрещенных организаций, борьбы с пропагандой терроризма Военная составляющая организации и коллективные силы, в свою очередь, применяются против крупных террористических формирований Которые могут угрожать не только отдельным районам, но, как показывает опыт, и целым государствам В этом отношении для организации опыт российских вооруженных сил по противодействию терроризму в Сирии просто бесценен Опираясь на него, мы совершенствуем формы и способы применения наших группировок Сокращаем сроки их готовности к применению с учетом того, что обстановка может меняться стремительно Параллельно совершенствуется структура и состав коллективных сил С недавнего времени силы и средства коллективной безопасности ОДКБ пополнились подразделениями военной полиции Состав и способы применения авиации в интересах коллективных сил также претерпели изменения Принимая во внимание, какое распространение получила беспилотная авиация, активно применяем ее у себя на учениях В целом сейчас мы пришли к формированию практически полностью самодостаточных в вопросах оперативного, материально-технического, медицинского обеспечения группировок войск Создание единой системы МТО в рамках организации обсуждается не первый год, а с вашим переходом на службу в ОДКБ ее начали активно притворять в жизнь Удалось ли за эти годы продвинуться от идеи до реально работающей системы? В этом году в рамках учения Эшелон-2019 мы впервые опробовали эту систему И должен сказать, что привлекаемые войска и силы продемонстрировали очень высокий уровень взаимодействия по вопросам материально-технического обеспечения Подтверждением тому стало прибытие на заключительный этап всех заместителей министров оборонных ведомств государств членов ОДКБ Отвечающих за материально-техническое обеспечение, которые высоко оценили специальное учение В этом году в рамках организации состоялось еще одно знаковое событие Было принято решение о создании рабочей группы ПАМТО Первое заседание проходило под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова Таким образом, теперь в вопросах, связанных с содержанием запасов материальных средств, поставкой в войска, а также их своевременным пополнением В решении всего этого комплекса задач мы видим сегодня конкретные практические шаги Вопрос достаточно сложный даже в масштабах вооруженных сил одного государства А когда появляются различия в национальном законодательстве, нормативно-правовой базе, прийти к единому пониманию и выработать действующий механизм взаимодействия довольно непросто Но после проведенных учений нашу идею на военном комитете поддержали начальники генеральных штабов Сейчас мы на завершающей стадии разработки документов по этому вопросу И у нас есть твердая уверенность, что в 2020 году, в период председательства России в ОДКБ, эти документы будут подписаны Сообщалось также, что на состоявшемся в середине декабря в Санкт-Петербурге заседании военного комитета начальниками генеральных штабов обсуждались предложения по развитию силовой компоненты организации Какие приоритеты расставляет этот планирующий документ? План развития военного сотрудничества государств членов ОДКБ на 2021-2025 годы на данном этапе согласован со всеми оборонными ведомствами и находится в заключительной стадии готовности на внутригосударственном согласовании В завершение, мы надеемся, ко второй половине 2020 года он будет внесен на подписание главами государств Пока документ не утвержден, говорить о конкретных планах по развитию коллективных сил ОДКБ мы не вправе Могу лишь отметить, что в основе документа заложен принцип всестороннего обеспечения войск и развития в связи с этим объединенных оборонных систем по различным направлениям Отдельное внимание в документе уделено вопросам совершенствования системы управления войсками, которая должна развиваться опережающими темпами с учетом современных изменений форм и способов ведения боевых действий, развития систем вооружения и военной техники Это касается органов управления, а также пунктов и средств управления В этом году на дежурство заступил Центр кризисного реагирования ОДКБ Как он решает поставленные задачи? Из тестового режима в этом году Центр кризисного реагирования перешел в режим штатного функционирования Для этого были утверждены и подписаны ряд документов, определяющих порядок его взаимодействия с уполномоченными национальными органами управления государств членов ОДКБ Сегодня его техническая готовность позволяет задействовать Центр в решении задач по предназначению Мы считаем это большим шагом в развитии системы кризисного реагирования организации Должностные лица объединенного штаба несут в нем круглосуточное оперативное дежурство Постоянная связь по защищенным каналам, включая документы обороты видеоконференц-связь, позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией Проводить совещания и принимать решения вплоть до глав государств в масштабе всей организации На случай кризисной ситуации практически весь состав объединенного штаба и секретариата ОДКБ распределяется в рабочие группы Которые занимаются в том числе и анализом военно-политической обстановки, обеспечением информационной безопасности, выработкой первоочередных мер по снижению напряженности В вопросах силового блока работа ведется над предложениями по применению сил специального назначения или воинских контингентов в зависимости от интенсивности конфликта Кроме того, отдельно прорабатываются материально-техническое обеспечение, организация связи и другие аспекты Итог нашей работы на данном этапе это подготовка проектов документов по кризисному реагированию После того, как их согласуют министры иностранных дел, оборонные секретари Советов безопасности, их представят на утверждение глав государств Только после этого в действие приводится весь механизм оказания адресной помощи в рамках организации Это может быть как военная, так и военно-техническая помощь, включая масштабную или локальную военную, поставку материальных средств, а также помощь по гуманитарной линии В этом году на этапе деловой игры эти задачи были отработаны на базе Центра кризисного реагирования Можно ли считать развитие системы кризисного реагирования и военной составляющей ОДКБ приоритетами, которые получат дальнейшие продолжения в новом, 2020 году, в период председательства России в организации? По итогам состоявшейся 28 ноября в Бишкеке очередной сессии Совета коллективной безопасности с участием глав шести государств председательства от Киргизии перешло к России С учетом прогнозов развития военно-политической обстановки в качестве приоритетов развития военной составляющей организации определены Совершенствование и повышение готовности коллективных сил, модернизация систем управления и всестороннего обеспечения войск С учетом опыта, приобретенного Россией в Сирии, поставлена задача наращивания сил и средств для борьбы с международным терроризмом Особое внимание в этом контексте планируется уделить качественному анализу военно-политической обстановки силами Центра кризисного реагирования В сфере международного сотрудничества в ближайших планах организации расширения связей и углубления взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества Налаживание рабочих связей с ООН и ОБСЕ в тех сферах, которые представляют взаимный интерес Развитие миротворческого потенциала организации – особый приоритет российского председательства Но не в плане увеличения численности или оснащения этого как раз достаточно У нас в составе коллективных миротворческих сил более 3500 миротворцев, в числе которых представлены все необходимые компоненты Речь идет о том, чтобы наладить более тесное сотрудничество с ООН Мы уже знаем их требования и подходы к миротворческой деятельности Другое дело, что нет такой практики тесного практического взаимодействия Но сейчас все зависит от приведения в соответствие нормативно-правовой базы Буквально в этом месяце наши представители из Объединенного штаба и секретариата организации побывали в штаб-квартире ООН Где изучали вопросы организации практического сотрудничества в области миротворчества Как сами представители организации Объединенных наций оценивают миротворческий потенциал ОДКБ Когда представители этого сектора ООН из года в год присутствуют на наших учениях То дают высокую оценку действиям наших миротворцев Они с большим интересом отмечают высокую готовность контингентов к применению При этом учения мы проводим комплексно, задействуя военную, милицейскую, полицейскую, составляющие Тесно взаимодействуя с подразделениями МЧС и представителями системы здравоохранения Мы показываем, что готовы к любому варианту развития событий Кроме того, наши миротворцы самодостаточны на 100% То есть в любом регионе мира они в состоянии выполнить задачу без дополнительных условий и требований к материально-техническому обеспечению Сейчас мы работаем над включением медицинской компоненты в состав миротворческого контингента Чтобы она была способна оказывать помощь не только личному составу, но и пострадавшему гражданскому населению Александр Александров, Красная звезда Фотопресс-службы Объединенного штаба ОДКБ